Друзья, всем здорова, с вами проект Ферум Лайв, я Сергей Шихайлов, и сегодня я для вас сравню Galaxy S10e и iPhone XR. СК я пропользовался примерно неделю, с XR я хожу уже чёрти сколько, так что опыт есть и там и там, сейчас буду с вами делиться. На данный момент в Украине iPhone XR чёрный на 128 гигов, двухсимочный, стоит примерно 880 баксов. Galaxy S10e тоже на 128 гигов, естественно, Dual SIM у нас будет стоить у неофициалов 629, а iPhone как бы дороже, но официальная цена 925. В общем, рядышком ценники плавают, почему бы не сравнить. В описании ролика ищите ссылки на данные аппараты в различных интернет-магазинах, плюс линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. Начнём с внешности, а точнее с внешности Galaxy S10e. Чуть-чуть отодвинем в сторону iPhone и посмотрим, что у нас тут стекляшка спереди. У нас стекляшка сзади, камер стало чуть меньше, как и в iPhone, по сравнению со старшими братьями, собственно говоря. Вот, у нас не скруглённые углы, но вот по вот этой вот софтверной фишке вы должны понять, что софт оставили, пускай и убрали скругление. И главное, конечно же, осталось на месте, это камера, встроенная в экран. Выглядит по-современному, по-интересному, не так, как у всех. Без бровей, без каплей, без блинточек, без выдвижных фронталок. По-своему, корейцы молодцы. Что такое iPhone XR? Это такая вот тромбозумба, которая фронтальной панелью своею напоминает iPhone X. iPhone XS, iPhone XS Max. Бровь гигантская, собственно, это законодатель данной моды перед нами, вернее, потомок законодателя. С тылу мы имеем огромное зеркальное яблоко, надпись iPhone и одинарную камеру. Этим мне он напоминает iPhone 8. Честно, мне по дизайну тот аппарат очень нравился, нравится, конечно же, и этот. И тут каждый выбирает для себя, что ему приятнее, гигантская бровь или дырка в экране. Тут решайте сами. Немаловажный момент. И один, и второй смартфон являются младшими братьями освеженных линеек. Но! Galaxy S10e это маленький смартфон. Тогда как iPhone XR это смартфон крупный. Я бы вам сейчас показал сравнение, так, визуальное габаритов с iPhone XS. Но он сейчас, дело в том, что снимает мою морду. Поэтому сделать этого не могу. В общем, вы видите, XR реально заметно больше, чем S10e. Маленький смартфон, очень большой смартфон. Из интересностей по корпусу отметим то, что в Galaxy S10e миниджек есть. И это очень хорошо. В iPhone XR его нема. Придется юзать переходник или блютуз наушники. Что одно, что другое для меня боль. Но как-то приходится мириться. Помимо того, отметим, что оба смартфона защищены от пыли и влаги. Только iPhone по стандарту IP67. SQ по стандарту IP68. Беспроводная зарядка есть и здесь, и здесь. Но только iPhone можно просто положить на зарядную станцию. Он будет заряжаться. А S можно и положить на зарядную станцию. И она будет заряжаться. И перевернуть ее мордой в землю. И на спину что-нибудь положить. И вот оно от смартфона этого будет заряжаться. Это, несомненно, круто. NFC есть и там, и там. По бесконтакту вы сможете рассчитываться в любом магазине. Тут без проблем. Помимо того, отметим то, что в iPhone XR нет сканера пальца. Начиная с 10 яблока, Apple подумали, что в принципе хватит нам уже вот этих ваших каканных... Как же оно? Touch ID. Вот, у нас теперь Face ID. И сканера нет совсем. В Galaxy S10e он есть. Он проживает вот здесь вот на ребре. Я сейчас наведу резкость и покажу вам, как он хорошо работает. Вот мы погасили экран. Вот мы просто к нему коснулись. Смартфон разблокирован. Еще раз коснулись. Он разблокирован. Если мы экран подсветим и тоже коснемся, то все произойдет вообще моментально. Сканер работает очень быстро и при этом стабильно. Это замечательно. Помимо того, конечно же, есть и распознавашка лица, которая работает на базе фронтальной камеры. Мы погасили экран. Это произошло. Мы показали мордяку. Видите? Мы на рабочем столе. Еще раз погасили. Показали мордяку. Оп. Мы на рабочем столе. Есть функция Sleep Wake или нет. Up and Wake или как-то так. Что вы просто поднимаете смартфон со стола. Он просыпается, видит вашу морду. Вам не надо тыкать по кнопке включения, чтобы он проснулся. Такая же функция есть и в iPhone XR. Здесь уже распознавашка морды работает на основании датчиков, которые и занимают огромную часть вот этой самой брови. Они живут именно здесь. Мы подсвечиваем экран. Мы показываем морду. Мы на рабочий стол не попадаем. Нам надо свайпнуть. Тогда мы попадаем. Это можно сделать и на S. Можно это отключить. Как я это сделал и сразу по распознаванию вашей физиоморди попадать на рабочий стол. Можно сделать как в iPhone и свайпать. В iPhone отключить вот этот свайп нельзя. Вроде бы по корпусу разобрались. Теперь мы переходим к экранам. Я в очередной раз позволю себе напомнить о том, что это сравнение. Это не обзор. Поэтому многие характеристики здесь называться не будут. В частности, я не буду вам говорить о том, что здесь вот AMOLED панель, а вот здесь вот IPS панель и разрешение в iPhone. Вообще HD. Я вам это все не говорил. Вы это и сами помните. А в S разрешение бешеное, но конкретных цифр я уж действительно называть не буду. Многие ругают iPhone XR за то, что у него не супер резкая картинка. Мол, 2019 год, Apple, откройте глаза. Это смешно. Действительно, для такой диагонали HD картинка это не очень хорошо. Но я как человек, которым этим смартфоном только и пользуется, ну как основным, я вам скажу, что в реальных условиях использования это не напрягает вообще. Плотности пикселей более чем достаточно. Мне кажется, что вы должны это знать. Теперь мы просто смотрим на картинку и мы видим, что вроде бы и там, и там она прекрасна и замечательна. Давайте мы откроем и там, и там YouTube. Вот наш канал, главная страница. И вот по вот этой вот синеве вы можете заметить, что в яблоке синий цвет синий, а тут он термоядерно синий. То есть, AMOLED во всей красе цвета очень насыщенный. Конечно же, в настройках есть пункт, который позволит вам эту самую насыщенность отрегулировать. Также по стоковым настройкам можно сказать, что в яблоке экран более желтый, в S более синий. Но это то, что я вижу со своего угла, а не то, что вы видите сейчас через вот ту вот самую камеру. Важно сказать, что в Galaxy, хотел сказать, в iPhone XR есть классная штука, которая называется True Tone, которая позволяет экрану смартфона адаптироваться под внешнее освещение, регулируя температуру. Тыдыщ, TX, мы выходим на рабочий стол. Мы сейчас заходим в TX в шторку и смотрим на минимальный порог подсветки на iPhone и на S. С моего угла яркость плюс-минус одинаковая, с вашего, я думаю, тоже. Мы сейчас сделаем от ОКО и, по-моему, будет чуть-чуть видно очертания значков на обоих аппаратах, но, по-моему, лучше их видно на Samsung. Теперь я попытаюсь нащупать шторку, я ее нащупал, и точно так же ползунок найти на iPhone. Вы видите максимальную яркость здесь и здесь. Вот с вашего угла это выглядит как-то так. Если мы сделаем прямой угол для нашей камеры, вы посмотрите на реальную максимальную подсветку. И, по-моему, в iPhone она ярче. Но если вы прям сильно не согласны, комментарии в вашем распоряжении можете писать, что автор не разобрался. Тем временем, пока я настраиваю для вас вот это вот дело, чтобы прям не сильно жгло глаза яркость, вы можете, собственно, подписаться на наш канал замечательный. Поделиться этим видео со своими друзьями, ведь вам оно уже, я думаю, нравится. И теперь, когда я закончил примерную настройку, мы снова фокусируемся на экране смартфона. Я знаю, что кажется, что он сильно пересвечен, но, как видите, в этой позе с S-K они очень прям близки. Так вот, мы фокусируемся на смартфоне, мы чуть-чуть вот так вот поменяем угол и смотрим на углы обзора. Перед нами IPS-панель. По меркам IPS-панели абсолютно стандартная картина. При критических отклонениях от глаз пользователя проседает яркость. Читаемость картинки не уходит на нет. Что еще хотел сказать? Инверсии цветов нет. Смотреть на дисплей суммарно приятно. Теперь мы смотрим на AMOLED матрицу Galaxy S10e. И поехали. То, что я вижу в наш малюсенький экранчик фотоаппарата, вот такой вот маленький, я вижу, что картинка вообще ни хрена не меняется. То, что я вижу своими глазами, ну может быть, чуть-чуть тоже проседает яркость. Ну прям совсем минимально. И может быть, ну на какой-то 1-2 процента картинка зеленеет. В принципе, в рамках допустимого. По экранам также отмечу, что каких-то супер претензий к чувствительности сенсорной сетки. Адекватности обработки ваших касаний. Нема зовсим. Не здесь, не здесь. Важно знать, что если вы для начала возьмете тряпочку, протрете, чтобы не напрягать бурную фантазию зрителя, экран Galaxy S10e, покажите его еще раз, ведь он почему-то проснулся, покажете его на камеру, собственно говоря, то вы увидите Always-On дисплей. И это киллер фича всех, ну, точнее, большинства Android-смартфонов над Apple-овыми продуктами. Нет у этого в iPhone, почему, я не знаю. Always-On тут есть. Он, как всегда, у Samsung очень настраиваемый, очень гибкий. Можете настроить вид часов, вид уведомлений, цвета. Вот, все это дело есть. Кастомизация просто полнейшая. Теперь, когда я снова выстраиваю замечательные смартфоны более-менее по центру кадра, и если вы еще не подписались, то у вас снова появилась возможность сделать это, и я вам буду рассказывать про звучание аппарата в наушниках. Важный момент, который вам стоит понимать. Если мы говорим про звук в наушниках, то в случае Galaxy S10e играет Galaxy S10e. Если мы говорим про звук в iPhone XR, то играет не iPhone XR. Играет переходничок, который вы подключаете к его Lightning-разъему. И вот там вот живут мозги, и вот этот переходничок и играет. Поэтому, если вы купите стандартный Apple-овый вот этот вот переходник, я не знаю, сколько он там сейчас стоит. В общем, его нет больше в комплекте с iPhone. Молодцы, Apple-овцы. Смартфон будет просто нормально играть. Это вообще никакая не фантастика. Я бы его сравнил по звучанию со среднебюджетным Android-смартфоном. Что-то оно там себе играет. Хорошо. Вот на этом козырь заканчивается. Тогда как Galaxy S10e поет реально замечательно. Там буйство красок. Ты чувствуешь и низы, и верха, и бас такой мягенький, приятненький. Замечательно. Если вы сюда закачаете музыку в высоком качестве, купите себе хотя бы баксов за 50 толковые наушники, вы звуком этого аппарата будете довольны на 250%. Если вы понимаете, что это смартфон, а не Hi-Fi плеер. Теперь мы переходим к тесту мультимедийных динамиков. В обоих случаях мультимедийному, торцевому спикеру подпевает спикер разговорный. Тот, который вам в ухо орёт, когда вы по телефону с кем-то разговариваете. Давайте послушаем, кто орёт громче и интереснее. Максимальная громкость на S, максимальная громкость на iPhone. Поехали, Rammstein Deutschland, ваш любимый клип. Слушаем. Теперь iPhone. Как я слышу, ведь на меня больше играют нижние динамики, а на вас туда в микрофон сильнее орут всё-таки разговорные, более массивно и объёмно орёт iPhone. По моему личному мнению, слушаем ещё. S, возможно, в каком-то месте чуть-чуть громче. У неё верх чуть сильнее чувствуется. iPhone пытается сделать вид, сделать ощущение присутствия низких частот. И это моему уху приятнее. Динамики отличные, козырные, что там, что там. Через местную акустику, в обоих случаях, комфортно прослушивать аудиоряд, допустим, фильмов. Без подключения ушей или там Bluetooth-колонки. Нормик. Слушали по полной и радовались жизни. Так, теперь мы будем переходить к камерам аппаратов. И вот здесь вот будет для меня небольшой шок, скажем так, был у меня, так правильнее сказать. Я был уверен в том, что по камерам суммарно затащит S. Этого не произошло. Фронталка однозначно круче. По всем возможным параметрам фотки получаются лучше вот во всех смыслах. Мы даже комментировать сильнее это не будем. Касательно фоток из основных камер, по-моему, затащил iPhone. По первому пункту у нас более интересная и правильная передача цвета. Samsung иногда шалит и у него зелень иногда настолько кислотная, что на ней гидко девиться. Но это случается не всегда. В остальном резкость кадра, как по мне на iPhone, лучше. Хоть постобработка на Samsung более ядреная, как по мне. Динамический диапазон тоже на iPhone в большинстве случаев также показался мне более интересным. Но это не значит, что Samsung говно. Возможно, если бы я сделал еще 50 фотографий, мне бы показалось в корне все наоборот. И там, и там камеры очень хороши. Как основные, так в принципе и селфи. Но Samsung по селфи тащит. По основной, как по мне, iPhone. Видео. Оба смартфона умеют писать 4К 60 FPS. Со стабилизацией. Все круто, все замечательно. Но опять-таки, как по мне, вот прям кино из этих двух снимает яблоко. Опять-таки, если автор дурачок и ничего не понимает и не разобрался. Комментарии данного ролика в вашем полном распоряжении. Давайте устроим срать. Теперь мы смотрим на тесты производительности. Начнем мы, конечно же, с Antutu замечательного. И здесь Galaxy S10e набирает 336 тысяч попугаев. И 360, почти что 2, набирает iPhone XR. Это говорит о том, что есть поддержка Metal, там, хухры-мухры-ля-ля-ля-ля. В большинстве тестов реально iPhone-чик тащит. Дальше, следующий скрин. Это у нас будет, кто, товарищи? Это у нас будет вот этот вот, замечательнейший. Так, тут нет скрин. Geekbench. Первый скриншот и второй скриншот. Как мы видим здесь, вообще, двукратное превосходство яблока. Так, вот здесь вот, как бы, ну, почти паритет. В условиях реального использования аппараты демонстрируют умопомрачительный уровень производительности. Интерфейс, служебный софт и так далее и тому подобное. Летают что там, что там. Разницы просто нет. По играм также все максимально круто. Я скажу честно, я не сильно слежу за всем миром игр, но в то, во что играю я, например, танки. И там, и там идут просто идеально. Вот, замечательно во всех смыслах. Максимальный FPS, картинка красивая, гладко и ничего не лагает. В PUBG также комфортно играть на обоих смартфонах. Что будет в перспективе через год, два, три? Я не знаю. Но мы будем надеяться, что оба аппарата сохранять свою актуальность. С оглядкой на прошлый мой опыт, айфоны свою актуальность в плане производительности хранят значительно дольше. Касательно автономности устройств. Можете загуглить, что у нас там по миллиампер часам. Galaxy S10e стабильно живет день. Возможно, чуть-чуть больше. Для того, чтобы серьезно раскачать его, надо отключать Always On Display. Надо регулировать яркость туда, где-то к минимуму. Неплохо бы пользоваться системами сохранения энергии софтовыми и так далее и тому подобное. Не играть, не юзать камеру. Тогда будет и два, и три дня. Galaxy S10e. А теперь iPhone XR. Galaxy S10e. Теперь iPhone XR. Я его юзаю по полной программе. Я смотрю на нем YouTube, я на него много фотографирую, я на нем иногда играю, я по нему очень много разговариваю. Там всегда стоят две симки. Он у меня меньше суток, практически никогда не живет. Средняя цифра два дня. При аналогичных нагрузках, вот этот парень, который S протянет день, при таких же нагрузках, iPhone XR протянет минимум полтора, скорее два. Это вот вам реальные цифры без синтетики, без нихрена. По софту я ничего сравнивать не буду, просто потому что в этом нет смысла. Это Android с кучей кастомизации. Это iPhone XR на котором iOS. Система закрытая и говорить тут не о чем. Как по мне, за iPhone XR стоит переплачивать в том случае, если... Раз. Вам не хочется дырку в экране, вам хочется бролушку родненькую. Это первое. Второе. У вас, допустим, есть iPad, у вас есть iMac, и вы хотите юзать экосистему Apple. Я ее юзаю каждый божий день. Я ей реально пользуюсь и призываю. Это реально очень удобно. Дальше. Вам нужна более конская автономность. Это неоспоримый козырь XR на фоне S. Ну и как бы так, чтобы вот прям конкретно серьезных преимуществ я, блин, больше как-то не вижу. Но экран тут, ну физически, ну вот рядышком прям очень, ну все же чуть-чуть больше. Возможно, вам еще хочется более классные прям cinematic видео, снятое на эту камеру. Наверное, на этом все. Тогда как в Galaxy S10e также есть свои фишки, за которые тоже можно переплатить. Mini Jack. Это очень круто, это очень нужно. Я бы за это боролся. Always on Display. Это также очень приятная фишка. Допустим, у вас есть смарт-часы, которые поддерживают беспроводную зарядку. От этого смартфона их можно зарядить где-то в дороге. Почему бы и нет? В остальном, также они очень схожи. Оба аппарата получились крайне крутыми. Их точно оба можно брать без каких-либо но. За дополнительной инфой я вас отправлю посмотреть наши обзоры на эти смартфоны. На опыт использования, вернее, в случае iPhone XR и на обзор Galaxy S10e. Ссылки будут ждать вас в описании. Кто лучше? По моему личному мнению. Потому что мне нужна камера с максимальным качеством по съемке видео. Я взял бы XR. Потому что мне нужна охренительная автономность. И потому что у меня есть экосистема Apple. У меня есть и iPhone от Apple, и MacBook от Apple, и iPad от Apple. Если бы это всего не было, и мне не надо было бы максимальное качество снимаемых видео, я бы про вот этого парня думал бы и думал, и возможно даже взял. На этом у меня все. С вами были Сергей Шихайлов и проект Ferrum Live. Втыкаем лайки, подписываемся на канал и делимся этим видео со своими друзьями. Это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.